Каждый из них замечательный сосед. Не играет на кларнете и трубе, если вспомнить песню Эдиты Пьехи, но готов поучаствовать в любом общественном мероприятии, будь то субботник или День соседей. В этом коллективе всегда лица улыбчивые, настроения хорошие. Тут я живу 26 лет. Да, мы тоже живем с 92-го года, мы все старожилы. Мы самые первые вообще заехали в этот дом, в нашу семью. У нас очень дружный дом, замечательный домком Сергей Викторович Лопаткин. И благодаря чему мы до сих пор встречаемся, мы дружим, мы живем, мы не старимся, мы только-только-только все живем, веселимся, радуемся жизни. Важность добрососедских отношений переоценить трудно, говорят местные жители. Именно сосед быстрее всех может оказать посильную помощь. Поэтому тех, кто живет рядом, нужно не только знать в лицо, но и по возможности с ними дружить. Что Римма Арасланова и Валентина Кудяшева делают с удовольствием. Здесь всегда у нас двери держат открытыми. Когда душа позовет, обязательно идем к соседям. Это все. И в радости, и в горе, и в счастье, и в несчастье. Всегда мы общаемся. Им невероятно повезло с председателем, считают жители дома номер 134 по улице Гоголя. Сергей Лопаткин способен и людей организовать, и бросить все силы на участие в программах по благоустройству родного дома. Недавний успех – новая детская площадка во дворе. Но главным достижением Сергей Викторович считает не это. Достижение самое главное – это все-таки сплотить коллектив. Я, наверное, считаю это самое главное. Остальное, когда есть коллектив, вопросы решаются. Вы видите, что мы уже ни в одной программе участвовали. Тем более, сейчас планируем обустройство вот этой территории. С годами активность становится все больше и больше, помощников становится больше и больше, так как мы все мероприятия, вы видите, стараемся делать совместно, от детей и до взрослых. У нас участвуют дети и взрослые, и чтобы это оставить память, то есть мы на всех детских площадках ставили имена детей. Там видели имена наших детей, кто участвовал. Вася, Петя, Аня, Маша. И вот когда мы старую площадку убрали, конечно, с одной стороны, жалко, что там все эти наши реликвии. Традиция Дня соседей вошла в обиход жителей этого дома не так давно, но укрепилась прочно. Праздник старались сделать веселым и запоминающимся. Соседи участвовали в конкурсах, организованных тамадой. Стол был уставлен яствами, а чуть поодалье работало несколько выставок. На одной из них свои работы представили местные мастерицы, на другой – заботливые садоводы. А третья напоминала своими снимками об общих делах и приятно проведенном времени. Попросим зажечь в глазах грузинцев.